Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет двух первых эпизодов убойного сериала «Отбросы». Надзиратель Тонни велит шестерым мелким преступникам покрасить скамейки, так как они все приговорены к общественным работам. Легкомысленный Нейтан подтрунивает над вечно раздражённым Гарри, который злится ещё больше, замарав свою кепку краской. Дерзкая Алиша смеётся над злобным парнем, а затем пытается поговорить с Кёртисом, узнав в нём популярного спортсмена. Нейтан пытается узнать о совершённых преступлениях у брутальной Келли со странным акцентом и очень застенчивого Саймона. Тонни выражает недовольство ужасной работой нарушителей, когда неожиданно на его машину с неба падает огромный кусок льда. Видя, что надвигается огромная туча, Тонни велит ребятам бежать к общественному центру, а Саймон снимает всё происходящее на телефон. Гарри в это время спокойно курит косячок в туалете. Нарушители пытаются забежать в здание, но их отбрасывает назад мощный удар молнии. Когда ребята приходят в себя, Тонни позволяет им пораньше уйти домой. При этом сам надзиратель чувствует себя очень скверно. В раздевалке Келли неожиданно начинает слышать мысли Алиши, которые ей совсем не нравятся. Она кричит на ничего не понимающую девушку и заставляет её уйти. Саймон замечает, что Тонни странно себя ведёт и говорит об этом остальным, но те не придают этому значения. Гарри курит в туалете, когда снаружи раздаются чьи-то подозрительные шаги. Испуганный парень хочет посмотреть, кто это, но неожиданно огромный топор проламывает дверь его кабинке. Дома Келли удивляется, услышав мысли своей собаки. Затем она понимает, о чём думает её парень, бьёт наглеца по лицу, и тот ошарашенный решает бросить психичку. Мама Нейтана выставляет сына за дверь, так как тот не может ужиться с её новым ухажёром. Нейтану приходится ночевать в общественном центре. Утром с просонья парень не обращает внимания на море крови и хаос в туалете. Нейтан выходит на улицу, где остальные нарушители обсуждают появившиеся за ночь угрожающую надпись на стене. Вскоре выходит Тони, который ведёт себя очень агрессивно и забирает телефоны у своих подопечных. Саймон находит окровавленную одежду Гарри и от волнения по какой-то причине начинает сильно трястись. Парень пытается рассказать о страшной находке остальным, вот только его никто не видит и не слышит. Саймон замечает, что даже его отражение в зеркале пропало. Парень вновь становится видимым, только когда остаётся в раздевалке один. Кёртис, Келли и Нейтан стирают угрожающую надпись со стены, а Алиша лениво заграет на скамейке. Вскоре появляется Саймон, а Келли спрашивает ребят про необычные ощущения после грозы. Саймон не решается рассказать о своей невидимости, а остальные лишь пожимают плечами. Келли остаётся снаружи одна, когда неожиданно на неё нападает окровавленный Тони. Девушка забегает в здание, где кричит остальным, что надзиратель сошёл с ума и хочет их убить. Она также рассказывает о своей открывшейся способности читать мысли других. А Саймон следом признаются в том, что он внезапно стал невидимкой. Однако парень не может повторить свой трюк, так что двоим никто не верит. Кёртис собирается выйти на улицу, а Келли пытается его остановить и погибает от руки обезумевшего Тони. Все паникуют, а Кёртис с удивлением замечает, что время начинает течь в обратном направлении и возвращается на несколько минут назад. Парень пытается объяснить остальным, что за дверью их ждёт смертельная опасность. Нейтан всё ещё не верит ребятам и с усмешкой открывает дверь, но тут же захлопывает её, увидев убийственно настроенного Тони. Ребята понимают, что нужно выбираться из здания, оставшего смертельной ловушкой, и спешат к чёрному выходу. Заметив лужу крови, они открывают шкафчик и с ужасом обнаруживают там изувеченное тело Гарри. Ребята просят Кёртиса повернуть время вспять, но тот не знает, как это работает. Кёртис хватает за руку Алишу и внезапно он начинает безумно хотеть девушку, но похотливое желание мгновенно рассеивается, как только она отдёргивает руку. Алиша случайно касается Саймона, которого также охватывает внезапный приступ похоти. Тони прорывается в здание, но смелая Келли оглушает его, ударив банкой краски по голове. Безумец пытается подняться, но Келли безжалостно добивает его. Кёртис хочет вызвать полицию, но Келли уверена, что копы обвинят их самих в убийстве Тони и Гарри. Ребята решают закопать тела под автострадой и никому не рассказывать о произошедшем. Нарушители осуществляют свой план, когда до Нейтана внезапно доходит, что у всех остальных появились суперсилы, и только он один после удара молнии остался ни с чем. Саймон уверен, что способности у товарища есть, осталось только дождаться, пока они проявятся. На следующий день Салли, коллега Тони, вызывает нарушителей, чтобы узнать о пропавших без вести Тони и Гарри. Нейтан врёт, что между парочкой была тайная любовная связь, что по какой-то причине сильно расстраивает женщину. Оставшись в пятером, ребята обсуждают свои способности. Саймон верит, что они могли бы стать супергероями, однако Нейтан считает, что все они вернутся к обычной жизни уже через неделю. Убирая мусор на территории, нарушители видят на земле лежащего голого мужчину, а Нейтан с удивлением узнаёт в нём Джереми, ухажёра своей мамы. Мужчина приходит в себя и, увидев людей вокруг, сразу же убегает. Вечером Салли поручает нарушителям помочь старикам из дома престарелых на праздничном мероприятии, призванном скрасить их жизнь. Когда Алиша касается одного из гостей, пенсионера охватывает внезапные порыв страсти, и он едва не набрасывается на девушку. Но, к счастью, вовремя появляется Салли. Нейтан катает бабулю в инвалидной коляске, но замечает симпатичную Рут и отправляет пенсионерку отдохнуть в уголке. Красотка объясняет, что она волонтёр на этом мероприятии, но двоим не дают пообщаться, так как появившаяся старушка отвлекает парня. Когда нарушители возвращаются в раздевалку, Кёртис находит в своём шкафчике угрожающую записку от неизвестного, который знает, что они сделали. Нейтан уверен, что записка не имеет отношения к смертям Тони и Гарри, иначе их давно бы сдали копом. Однако Кёртис чувствует, что им угрожает огромная опасность. Нейтан пытается вернуться в дом своей матери Луизы, объясняя женщине, что её ухажёр разгуливает по улице без одежды. Однако она не верит сыну. Саймон дома за компьютером получает приглашение в друзья от незнакомки под ником ShyGirl18, и сразу же его принимает, чувствуя себя очень одиноким и забытым всеми по жизни. Нейтан возвращается в общественный центр, так как ему негде больше ночевать. На выходе он сталкивается с Рут, которая забыла внутри свою сумку. Парень и девушка быстро находят общий язык и с удовольствием разговаривают обо всём на свете. Выйдя на улицу, Нейтан вновь видит голого Джереми, после чего бросается за ним в погоню, взяв телефон у Рут, чтобы сделать фотографию мужчины в качестве доказательства. Однако Джереми замечает Нейтана, прыгает на него и начинает вести себя как собака, а фото мужчины получается очень размытым. На следующий день Нейтан просит остальных нарушителей помочь, чтобы наконец поймать Джереми голым и привести маме неопровержимое доказательство того, что её ухажёр – грязный извращенец. Только Саймон вызывается помочь, но Нейтан не рассматривает тихоню всерьёз. Обиженный Саймон уходит в раздевалку, где его голова начинает трястись, как в прошлый раз, и он снова становится невидимым. В раздевалку заходят Алиша и Келли, но они не видят Саймона и, решив, что они здесь вдвоём, начинают переодеваться. Нейтан собирается открыто противостоять Джереми, врывается в дом Луизы, наезжает на мужчину и бьёт его. В этот момент появляется мама парня и пытается образумить сына. Нейтан кричит, что Джереми извращенец, но оказывается, что мужчина уже раскрыл свой секрет Луизе. Джереми также начал вести себя странно после грозы. Теперь иногда его сознание отключается, и он буквально превращается в собаку. Нейтан не хочет ничего слушать и вновь оскорбляет мужчину. Получает за это пощёчину от мамы и уходит из дома обиженный. Вечером Нейтан приходит домой к Рут, чтобы вернуть телефон, а девушка, видя, что парень чем-то расстроен, приглашает его в гости. Двое выпивают, расслабляются и быстро переходят к любовным утехам. Во время процесса Нейтан с ужасом видит, что хозяйка превратилась в дряхлую старуху. Ошеломлённый парень запирается в ванной, а Рут признаётся, что гроза вернула ей молодость и ей на самом деле 82 года. Нейтан ничего не хочет слушать и выбегает из дома. На следующий день полицейский арестовывает Алишу за то, что она нарушила условия судебного предписания. Когда коп касается девушки, то его охватывает безумная похоть, и он собирается овладеть нарушительницей прямо в офисе. К счастью, появившаяся Салли останавливает обезумевшего мужчину. Салли замечает, что Алиша странным образом влияет на противоположный пол и предлагает ей помощь, но девушка лишь отмахивается. Вскоре пятерых нарушителей вновь отправляют на вечеринку со стариками. Пока остальные пытаются развлекаться, Нейтан угрюмо сидит в сторонке, но как только он замечает направляющуюся к нему пожилую Рут, то резко соскакивает со своего стула и убегает. Когда Нейтан курит на улице, остальные нарушители подходят к нему, а Келли читает мысли парня о любовной связи с Рут. Сильно удивившись, она не может удержаться и произносит это вслух. Нейтан пытается оправдаться, что ещё вчера Рут выглядела молодой и привлекательной, но ребята не слушают товарища и издеваются над его необычным любовным вкусом. Вечером Саймон вновь переписывается со своей таинственной знакомой из интернета, которая по какой-то причине отказывается показывать ему свои фотографии. Нейтан чувствует, что он сильно обидел Рут и идёт к ней домой, чтобы извиниться. Однако внутри он обнаруживает бездыханное тело старушки, после чего с интересом рассматривает альбом с фотографиями хозяйки, на которых она выглядит юной и привлекательной. Парень просит прощения у мёртвой старушки и уходит. Затем он идёт домой к маме, чтобы извиниться перед ней за своё ужасное поведение. Нейтан врёт Луизе, что он нашёл жильё, а женщина желает сыну счастья, видя, что он наконец начал проявлять самостоятельность. На следующий день пятеро нарушителей встречаются в раздевалке, где Саймон уверяет всех, что Гроза могла дать способности и другим людям, и им пора приготовиться к серьёзным неприятностям. Нейтан, открыв свой шкафчик, обнаруживает послание с угрозами на листовке с пропавшим без вести Тони. Ребята понимают, что кто-то знает о смертях в общественном центре, но они не догадываются, что Салли наблюдают за происходящим со стороны. Как вам сериал «Отбросы»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Спасибо за просмотр!